Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Статья, которую я сейчас озвучу, называется «После нас хоть потоп». Написана она 15 мая 2014 года. Итак, начинаю. Обращаюсь прежде всего к тем, кто периодически заглядывает на страницы сайта. Почему уже больше месяца ничего не пишу? А о чем писать? О сплетнях подсоветского футбола или, может быть, более круто, европейского футбола? Если серьезно, то концептуально, тезисно написано практически обо всем. Единственное, чего нет на сайте, это пошаговых инструкций и рекомендаций, как обучать мальчишек или девчонок футбольному искусству. Другими словами, нет материалов, которые помогали бы переставлять ноги тем тренерам, которым легче обезьянничать, нежели напрягать собственные мозги. Хотите пример? Многоуровневый селекционный фильтр. Для творческого человека этих трех слов вполне достаточно, чтобы понимать, что нужно делать, когда речь идет о селекции. И что в результате? К селекционному фильтру посвящена ни одна статья и ни одна заметка. Гробовая тишина. Никому ничего не нужно. Никто или почти никто не поднимает никаких тем, которые обеспокоят тренеров. Неужели все в шоколаде? Неужели Барса с Реалами Баварии нервно курят в уголочке, предчувствуя неотвратимо надвигающуюся катастрофу? Это как же нужно любить футбол, чтобы заходить на сайт с зашитым ртом? Зачем вообще заходить на сайт? Если футбольные реформы актуальны, то давайте их обсуждать. Если вы считаете, уважаемый слушатель, что в футболе все отлично, то тогда этот сайт никому не нужная пустышка. Материалов, конкретизирующих учебный процесс, как в формате создания команды, так и в формате шлифовки индивидуальной техники на сайте нет и не будет. Впрочем, уже недолго осталось. Скоро не будет вообще никаких материалов. Но это другая тема. Недавно стоял на берегу Днепровского залива и наслаждался лучами закатного солнца. За спиной услышал разговор о футболе. Один рассказывал другому о своих беспокойствах по поводу того, что в одной команде нет командного духа. А откуда он возьмется, подумал я. Ведь понятие командный дух не является предметом рассмотрения не только футбольной науки, но и футбольной практики. Это понятие скорее атрибут словоблудия в современном футболе. Ведь само понятие дух не относится к сфере материального, а следовательно не является в фокусе современной футбольной науки, так называемой науки. Хотя когда вспоминаешь о том, что главное понятие в футболе футбольная команда не расшифрована, то язык не поворачивается говорить о какой-то науке вообще. Беспонятийная наука – это ноу-хау современного футбола. Но не буду развивать эту тему, сказано об этом на сайте предостаточно. Вернусь к услышанному разговору на берегу залива. Когда обернулся, то увидел двух стариков в экипировке национальной команды. На Русановке, где я живу, проживает большое количество не только бывших партийных функционеров, но и представителей спортивной жизни страны. Я смотрел на спины удаляющихся стариков и вспомнил недавно разговор с одним из высших руководителей футбола Украины. Он, пожалуй, в практической плоскости первый человек в украинском футболе. Не называю его фамилию только потому, что хочу озвучить несколько фрагментов из приватной беседы с ним. На мое заявление о том, что в формате селекционного отбора отделять волков от зайцев, святая святых селекционной работы, чего, разумеется, нет и подобной работой даже не пахнет, чиновник отреагировал так – это бессмысленно, волки неизбежно передерутся. Смотрю на этого футбольного пророка в кавычках и думаю, сколько же нужно вмещать глупости в себе, чтобы так безапелляционно заявлять. В голове возник естественный вопрос. А вы, уважаемый, пробовали собрать в одной команде волков? Ему, видите ли, это не нужно. Он и так знает, что сказанная мною глупость. Я всматривался в воздух над его головой, но нимба так и не увидел. Видимо, зрение стало падать. Сама беседа с очень высоким чиновником ничем не отличалась от подавляющего большинства подобных встреч, которые были у меня за последние 10 лет. Иван Иванович, назовем его так, большую часть беседы посвятил себе любимому, рассказал о том, как он рос, как учился, сколько у него дипломов, диссертаций, монографий и так далее. Я смотрел на клочок бумаги, где набросал дюжину архиважных вопросов, которые рассчитывал обсудить, но, слушая соловьиное пение самовлюбленного футбольного специалиста-чиновника, понял, что и половины вопросов рассмотрено не будет. По факту успел озвучить только два вопроса из 12. Беседа прервалась неожиданно. Хозяин кабинета, сославшись на приближающееся совещание, поспешил со мной попрощаться. Если собрать вместе все написанные диссертации на футбольную тему, все научные работы, то подобная теоретическая база должна была бы взорвать футбольную практику реформами. Есть ли это? Болото. Болото с густейшей тиной. Снова вспомнил двух стариков национальной футбольной экипировки. Люди всю жизнь посвящают футболу, уходят на пенсию. И все. Как была пустота, так и остается. Что там говорить об этих стариках? Лобановский, возведенный в Украине в ранг футбольного пророка, ушел из жизни, не оставив после себя ни одного ученика. Ни одного. Вы будете выращивать сад, зная, что после вашей смерти его выкорчуют. Вы будете писать картины, зная, что после вашего ухода в мир иной ими будет топить печки. Вы будете развивать науку, зная, что после вашего ухода ее назовут лженаукой и уничтожат. Чем бы человек ни занимался, он пусть даже подсознательно, но желает развития того, чем он занимается. Почему Лобановский не заботился о последователях? У меня есть ответ на этот вопрос, но будет лучше, если вы сами ответите на него. Тысячи футбольных гуру, ученых, практиков, обвешанных регалиями разного достоинства, благоухают, процветают, за воротник не капает, а футбола как не было, так и нет. Один-три удара в рамку за тайм, а то и за матч. Это не футбол, это издевательство над ним, это карикатура на него, причем такая же бесталанная, как и сам современный футбол. Тотальная одноногость, тотальная импотентность в плане ударного искусства, ужасающий низкий уровень скорости мышления на футбольном поле, неудовлетворительный уровень культуры паса и приема мяча, нижайший уровень командной игры. Жертвенности во имя футбола, смена приоритетов в пользу футбола, в ущерб личных интересов и амбиций, не наблюдают даже в самую сильную оптику. Наверное, мне не везет. Уверен, что такие люди есть, но наши дорожки не пересеклись, увы. Мне встречались только те, кто будет шевелиться только тогда, когда увидит личную выгоду. Если ее нет, футбол для них пустой звук. Таких я видел не один десяток. Очень грустно. Знаю я одного человека, но это, увы, исключение. Вернусь к началу статьи. Вернусь к тому, что писать, собственно, уже не о чем. Нет обратной связи. Более того, если на фоне сказанного в статье я выгляжу для многих сумасшедшими дилетантами или то и другое вместе, то что скажут обо мне, если я буду раскрывать другие уровни футбола, о которых упорно молчал со дня создания сайта? Злопыхатели, разумеется, скажут, что другие уровни футбола плод моей больной фантазии. Но меня это мало волнует, что думает обо мне. Другие уровни футбола существуют, даже если они не материализованы. А то, что в их существование верят или не верят, мне фиолетово. А ведь футбол, как высочайшее искусство, далеко не ограничивается тем, что мы видим на футбольных полях Европы. Лобановский, очевидно, в свое время поверивший в свою неотразимость и уникальность в футболе, сказал, что в футболе ничего нового больше придумать нельзя. Наивная душа, царство ему небесное. Футбол невообразимо более богат, нежели можно себе представить. Но говорить даже о втором уровне футбола, не говоря уже о третьем, абсолютно бесполезно. Ведь даже первый уровень футбола не укладывается в сознание большинства тренеров. Да что там большинства, почти всех. Зачем в таком случае сотрясать воздух? Нарываться на издевки? И последнее, что хотел сказать в этой сумбурной статье. Совсем недавно Реал разгромил на чужом поле Баварию, которая в свою очередь размеяла миф о непобедимости Барсы. После внушительной победы Баварии над Барсой, некоторые аналитики-приспособленцы заговорили о приоритете атлетизма и высокой игровой дисциплины, которые демонстрирует Бавария. Мол, эти качества весомее индивидуальной техники и так далее. Полная аналогия с теми учеными, в кавычках, которые после множества трудов на тему потепления на планете стали с таким же рвением писать о похолодании, когда стали появляться симптомы последнего. Реал вообще смешал все карты. Я наблюдал несколько минут за матчем, когда Реал разгромил на чужом поле Баварию. Бросилась в глаза большая скорость мышления на поле и высокая культура паса испанцев. Игра Реала в этом матче – приближение к потолку команды, создаваемой по принципу «приобретаем талант за любые деньги». Большинство болельщиков воспринимают такую игру, как приближение к эталону. Но это далеко не так. Мне игра испанцев очень понравилась, но это не означает, что я должен распрощаться со своими принципами и взглядами на футбол. Всех игроков или почти всех Реала можно назвать выдающимися и даже великими, но до уровня футбольного мастера ни один из них не дотягивает. Было бы смешно, если бы кто-то составил исключение. Это невозможно априори. Невозможно, потому что для того, чтобы стать футбольным мастером, нужно ежедневно пахать по 5-6 часов. Пахать без выходных и отпусков, когда нет времени не только на рекламу, проституток, ночные заведения, но даже на семью, слышу возмущенные голоса оппонента. Он хочет из футболистов сделать монахов-отшельников и их жизнь превратить в сплошную аскезу. Ай-яй-яй, какой я нехороший. Хочу перекалечить людские судьбы. А ведь высокие уровни в любом деле предполагают жертвенность в любой форме. Эдисон спал по 2-4 часа в сутки. Многие гении не заводили семьи. У других исчезали друзья по мере того, как тот или иной гений углублялся в свою тему. Жертвенность – это атрибут творческой элитности, а посещая рестораны и прочие прелести цивилизации, футбольным мастером стать невозможно. И никакой талант не способен конкурировать с мастерством. А мастерство – это ведра пролитого пота, иначе не бывает. Но такой уровень, как уровень футбольного мастера, никому не нужен. Среднестатистическому болельщику, потягивающему пивко и наблюдающему за событиями на футбольном поле, существующего уровня футбола вполне достаточно. Такой болельщик даже не подозревает, что в футбол можно играть на порядок круче. Вернусь к тому, что Реал смешал все карты. Теперь любой, кто считает себя спецом в футболе, тихо помалкивает, не понимая, куда же дует ветер, не ощущает тенденций. Я сочувствую таким людям. Так на кого молиться будем, уважаемые господа? На испанский футбол, на немецкий, на атлетический или на романтический? Ведь главное – молиться, не правда ли? Ведь это так удобно. Молитва не предполагает умственных и духовных усилий. Чтобы оправдать собственную убогость, тотальную лень, легче всего объявить себя простым смертным. У меня все, господа.